Маткульт, привет! Мишенька, привет! Миша вернулся со всероса по информатике, занял 30 место по России. Да, по всем. Там, короче, смешная история. Победители 28, вот. Ну, короче, я первый тур, если бы оценивался только первый тур, я бы еле-еле стал призером. Вот. Я его вот так слил, но второй тур, соответственно, я вот так затащил, и, короче, 30 место в итоге. Место нормальное, но, конечно, то, что 28 и понятно. 28-30. Ну, год назад было наоборот, да? То есть ты вошел победителем. Да, год назад у меня было типа 27 место, а победителей было 31-32. Да, то есть наоборот. Ну, это, в принципе, совершенно не важно, а важно вот что. Важно то, что скоро будет Всероссийская Олимпиада по математике, да? Конечно. И к ней нужно готовиться, правильно? Обязательно. А как готовиться к Всероссийской Олимпиаде по математике? Я вам скажу, как. Ну, если вы хотите пойти писать за 11 класс Всероссийской Олимпиады по математике, надо взять вступительную работу в 5 класс 444-й школы, правильно? Да. Которую только что писала и успешно написала Светлана Алексеевна Савватеева, которую мы и поздравляем, Мишина сестра поступила. Вот 5 лет назад мы переживали за Мишу. Он ходил с собеседованием на собеседование, штук сим было точно, если не 8. И поступил, все-таки поступил. По нижней грани. Да. Ну, все-таки у меня такие вот люди. Ну, мне потом говорили примерно так, что непонятно было, кого выбирать из кучи народа, потому что все, в общем, сильные, все достойные. Ну, как бы, ну, вроде как, ну, возьмем Мишу, потому что, ну, сын Савватеева, разве будет фонярить, да? Да. И правда, да, не прогадали. Ну, я шучу, кстати, на самом деле, я шучу, это я. Выбор из многих людей производился совершенно случайным образом. Ну, и теперь... Ну, я на последнем собеседовании 6 из 7 решил. Вот, вот, поэтому, вот это самое главное. Что-то я не помню. То есть Миша показал, все-таки, что он умеет решать, вот, на уровне 179. Ну, а сейчас 5 класс, 5 М. Да, и задания я не видел. Да, Миша не видел ни одного задания. Я видел, решил далеко не все сходу. Поэтому некоторые, если Миша сейчас не сможет решить, то нам придется вдвоем с ним решать Светины задачи, понимаете? Вот, так что вот такая, такая вот Петрушка. Значит, у нас собеседование было устроено так. Ну, вначале был такой отборочный тур из простых задач, которая все это прошла. И сложный тур состоял из трех блоков по три задачи. Первый блок, три задачи легкие. И пока ты не решил две из них, тебе второй блок не дают. Эх. Да. Дальше ты получаешь второй блок. А потом туда засовывают две геометрии. Да. И ты сидишь. И грустишь. Вот. Значит, то же самое со вторым блоком. Две решил, получаешь третий блок. Но вот Света решила две из этого, две из этого. Получила третий блок. Тут прозвенел звонок. Сколько у них было времени-то? Я не помню. Три или два с половиной часа. Ну, в общем, сколько-то. Но Света, в общем, на флажке поступила. Вот. Так что посмотрим. Может быть, теперь будет еще один математик вырастать. Да? Обязательно будет. Ну что, Миша, я тебя экзаменую. Да. Первый блок, первая задача. На доске были написаны четыре аритметических примера. Вера стерла один знак плюс, один знак минус, один знак умножить, один знак делить. Так. А также четыре знака равно. Вместо одинаковых знаков... А, давай я этим, да, напишу. Вместо одинаковых знаков написала одинаковые буквы? Да. А вместо разных разные. Восстановите примеры. Чего? Ну, то есть, грубо говоря, обычно у тебя бывают числа заменяются, а тут знаки операции заменяются. А числа даны? Да. Тогда ладно. Ну, там, на самом деле, все. Конечно. И первая задача абсолютно очевидная. Ты это... Пока... Пока Сокола не... Да, да. Не поймал. Не хвали. Или, как говорится, не хвались, идущий на рать, а хвались, идущий срати! Простите, дети, тут не было неприличных слов. Было с рати, да, то есть с войны. Ну, понятно. Со спецоперацией. Так. Так. Ну все, вперед. Так, ну, внимательный зритель, наверное, поймет, что в примере должно быть равно. Есть смешная, короче, есть смешная история. Есть некоторый сервис, где можно загадать пример. И там, ну, короче, загадать пример, и чтобы его отгадывали, как по типу быков-коров, только с цифрами и знаками. И вот там, короче, составители набагали, там можно было поставить несколько равно. И там получалось вот такое выражение. И оно, внимание, было верное. А вот почему я предлагаю вам подумать на досуге? Если вы программисты, то вы, наверное, достаточно быстро поймете. По модулю 1. Не-не-не-не-не, тут именно чисто программистская бага. Но вот это, вот это верное выражение было. Прикольно. И, значит, короче, подумайте. Короче, заполняй, потому что еще много задач, да. Но вот ты не поймешь, я уверен, потому что там нужен тип, ну, понимаете. Вот, ну, короче, суть в том, что вот это равно. Потому что оно единственное есть во всех. Так. Вот, ну, хорошо. Что там? Равно, 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 равно. Умножить не подходит, делить не подходит, плюс не подходит. Отлично, так. Дальше. Умножить не подходит, делить не подходит. Минус уже был, все по одному разу. Да. Что там осталось? Умножить и делить? Да, умножить и делить осталось, значит, делить. А тут, соответственно, умножить. Я хорош. Ну, если правильно. Так. Да, значит, все верно. Все верно, конечно. И приходим к следующей задаче. Так, 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 так. То есть, тут вопрос был вот в этом, да? Минус или делить? Ну, в целом, да. Так. Где у меня тряпка? Где у меня тряпка? Я тебе пока продиктую задачу, а сам поищу тряпочку. Хорошо. Так, значит, задача. Андрей, Борис и Денис... Действительно. Ели конфеты. О, спасибо! Каждый ел со своей постоянной скоростью. Пока Андрей ел четыре конфеты, Борис успевал съесть три. Денис же ел конфеты быстрее всех. Он съедал семь конфет, пока Андрей ел шесть. Всего ребята съели семьдесят конфет. Кто сколько съел? Ой, Господи, за что? Так. Да. За что? Ну, короче... Отличная задача, я считаю, для подготовки Псероса одиннадцатого класса по математике. Как это решать-то? Не люблю такое. Ну, короче, получается, что... Короче, давайте считать, что этот ест семь конфет в минуту, этот шесть конфет в минуту. Если этот ест шесть конфет в минуту, то здесь он ест за сорок секунд. То есть за две трети минуты. И тут тоже за две трети минуты он съедает три. Тогда за минуту он съест на три вторых. Четыре с половиной. То есть Борис ест четыре с половиной конфеты в минуту. Четыре с половиной – это девять вторых. Так? Вроде сходится. Две трети. Две трети, значит, на три вторых. Точно на три вторых. Короче. Да. Вот, хорошо. И, соответственно, сколько минут? Значит, за минуту они в сумме едят тринадцать плюс девять вторых. То есть они едят суммарно. Двадцать шесть вторых плюс девять вторых. Тридцать пять вторых конфет в минуту. То есть за две минуты они съедят тридцать пять конфет. Отлично. Видишь, как удобно, да? Да, уже нормально. То есть вот тут прошло четыре минуты. Да. Значит, прошло четыре минуты. И отсюда мы понимаем, что этот съел, естественно, двадцать восемь конфет. Угу, да. Этот съел на четыре двадцать четыре конфеты. Угу. А этот съел на четыре восемнадцать конфет. И проверяем, что сумма сошлась. Натурально. Отлично. Отлично, все сошлось. Ну да, да. Отлично, значит, теперь ты можешь уже получить блок. Семьдесят. Отлично. Наверное, это не оптимальный способ, но... Ну, я, в принципе, задал буковки, и Свету всегда учил буковками решать. Задай скорость какого-то, и остальные скорости все через... Ну да, я думаю, что можно быстрее, но так, нормально. Я думаю, можно еще третью геома решить, ты говоришь там, да? Это не в этом блоке. А-а. Это в следующем. Тогда ладно. На самом деле ты уже можешь по правилам игры получить следующий блок, но я вместо этого тебе дал третью задачу. Э-эх. Света вот эту не решила, потому что она решила предыдущую. Ой, в смысле, следующую. Ага. И когда она решила следующую, она уже конфетам... Мне ей было лень возвращаться, потому что ей понравились задачи следующего блога. Нормально, нормально. Вот. Но потом дома эту задачу она дорешала. То есть я ей подсказал, что надо делать, и она уже сделала. Я всегда, вот если что, друзья Маленькое лирическое отступление Пока Миша будет решать задачу Которую мне даже не дали Аркадий, Борис, Вера, Галя, Даня и Егор Короче, А, Б, В, Г, Д, Е Встали в хоровод Вера, Геннадий, Егор Галя, у тебя Галя Галя Да, Аркадий, Борис, Вера, Галя, Даня и Егор Короче, А, Б, В, Г, Д, Е Встали в хоровод Ну я не знаю, что по порядку Поэтому не пишу пока что Да, Даня встал рядом с Верой, справа от нее Так, сейчас Даня встал Рядом с Верой, справа от нее Интересно, что значит справа Ну, против часовой Против часовой, да, давай так Галя встала напротив Егора Да, Галя напротив Егора Раз, два Кажется так Аркадий с ней не захотел стоять рядом В консерватории, натуральном программе консерватории И фигурное катание, которое она обожает Не на уровне побед, а просто очень любит и им занимается И поэтому математику у нее, к сожалению, пока на втором или третьем месте Ну то есть как-то вроде как она говорит, что музыка у нее на третьем Но самые большие успехи у нее как раз музыки Мне также говорила моя тетя Наташа Крыхалова из Питера, что во мне зарыли музыкальный талант ради какой-то математики Ну и короче говоря, в результате мы занимались с ней мало, но что я сделал? Я научил ее решать систему линейных уравнений в общем виде с двумя переменными И все И сказал, что все всегда обозначаем за буквы и сводим всегда к системе с двумя переменными Ну вот и всем как бы мне кажется, что того же и советую То есть уже в четвертом, пятом классе надо сантименты всякие оставлять А просто решать систему линейных уравнений Конечно Так, ну что, ты решил? Наверное Так Ну значит, Егор напротив Геннадия Да А не рядом с Г, значит она, ну точнее она не здесь У нас эти так, а Егор здесь, да? Значит Галя с той стороны уже, это круг И вот здесь на самом деле тоже Г, поэтому А у нас два слота, но не тут А не должен быть здесь Потому что рядом с Г, значит она здесь, а Борис остался Между ними Да, ну все верно Ура! Да, все Вроде бы все, но я даже не решал Так, вот тебе второй блок Сейчас, значит, Геломан Ура! Света не решила эту задачу Когда я ей дома сказал одно слово, она тут же ее решила и чуть не заплакала Поляра! Ну не заплакала, ну очень, очень, очень огорчилась, потому что задача очень... Я понял, ты сказал слово поляра Задача четыре Прямоугольник разрезан на семь квадратов Ооо, площадь Да, да Как изображено на рисунке? Значит, изображено вот так У нас есть три таких небольших квадратика Которые кличутся БЦД Есть чуть-чуть больший квадрат А Есть маленький квадратик Ф И маленькая собачонка Корзина, корзина, картонка Где собачонка? Вот оно! Отлично Тут вот одна линия, понятно Известно, что длина стороны квадрата D равна 24 Найдите длины сторон квадратов E и G Ну, на самом деле, просто, по сути, все Найдите все Вот так Второй блок, как бы, предполагается уже более сложным А третий, это полный металл Я еще ни одной из них не пытался решать вообще Ни одну Вместе будем просто посмотреть и решать, если не будет получаться Девятая задача, это вообще полный улет Но я не знаю, сколько народу ее решило Но подождем, подождем Сейчас Миша справится со вторым блоком Так, ну, давайте так Тут X И тут X Тогда Здесь X-48 X-48, да И тут X-48 Почему? Потому что Это же квадрат? А, это не квадрат Нет, это предугольник Так, тихо Сбираем все Первый челлендж во всех задачах Это прочитать условия Да А зачем X? А X зря, да Ну ладно 24 X X Ну что? Два раза только подход можно было делать Третий раз, по-моему, уже все Это устные задачи Да, тихо Ну что там долго думать, Y Действительно Действительно Y Вот тут точно Так, противоположные стороны равны Точно Значит, короче, это значит X-Y плюс 24 Нет, сейчас А X плюс 24 Минус 24 Минус 24 Минус 24 Да, так Да, так Значит, ты дышь Значит, ты дышь Тут 48 Тут 48 Тут 48 Тут 48 Тут X минус 24 Так Так Что-то еще нужно, да? Да, правильно Надо равку подцеплять Так Ну хорошо Давайте посчитаем Площадь реально Получается X плюс 24 Тут видно? Да, тут видно А здесь буква X нарисована X плюс 24 Умножить на X плюс 48 Да Это все, что есть Да X квадрат Плюс 24 48 72 X Плюс Ну много, да 24 в квадрате на 2 Надо, наверное, остановиться и подумать Да, потому что в четвертом классе этого не может быть Пик Let's think Тут 48 Значит, тут X минус 48 То есть Нет, не то есть еще Так Ну и тут тоже А вы уже решили? А? Сейчас, сейчас, подумаем Ну ничего Пятое полегче, а шестое совсем простая Вот 24 тут Поэтому как раз так Так, сейчас, что нам нужно найти? E и G Ну да E мы уже нашли Да, да Нашли Нужно Нужно G Нужно G То есть нужно все Нужно писать все Описать все Что мы еще не подцепили? Что мы еще не подцепили? Не подцепили кое-что Дать подсказку Сейчас Не, ну с одной стороны Я не хочу Дать подсказку Уже из нарисованного Из нарисованного уже Да То есть кое-что видно уже Из нарисованного Даже вот в этих обозначениях У меня потом Я расскажу более Короткое, которое я придумал Но пока, так сказать Есть Сейчас Так Да Конечно Ну тогда Да, тогда все Все, да? Да 77 из 2 Это 48 Да, совершенно верно Да И отсюда Х это 24 плюс 36 Точно 60 Все Задача решена 48 и 60 Теперь как я решал Я взял Ровно 1х И он был размером С самого маленького Стороны С самого маленького квадрата А теперь У меня есть 24 плюс х Да Это размер квадрата А Безусловно Далее 24 плюс 2х Это размер квадрата Какой здесь был? Е И 24 плюс 3х Потому что еще раз пошел сюда Это размер квадрата Вот Ну и соответственно Значит Что такое 24 плюс 4х Да? Да Это размер трех квадратов Да, да Очень красиво, да? И этот увеличивается на единицу Станет с а Этот на этот Станет с а Этот на этот Станет с а Этот все три Нормально То есть 4х Плюс 24 Равно 24 на 3 24 на 3 То есть 4х Равно 24 на 2 И x равно 12 Ну и дальше все Естественно все Вытягивается Хорошо Пока стираю Задача 5 Нормально Нормально Вот такая Ну прикольная Красивая по-моему Очень задача Если вот так Обозначить То красиво Да Пребрежно Она крутится И поворачивается То, что тебе известно А ваши школьники Умеют такое решать? Нет Первый вопрос Вы сами Такое решаете Как выясняется Некоторые Брезеры Все решают Не сразу Так Задача 5 Нет Ну это еще что Что будет вот здесь Так Задача 5 В прибрежной деревне 7 человек рыбачат Каждый день Так 8 человек рыбачат Через день 3 человека рыбачат 3 раз в 3 дня 7 Каждый день 6 8 8 Через день Раз в 2 дня 3 человека Раз в 3 дня Так Ну остальные Не рыбачат вовсе Поэтому не Эх Вчера рыбачили 12 человек Яс Так 12 Сегодня 10 Сколько Будет Завтра Отлично Красиво Правда? Да Ну Ну Задача класса Задача Задач на расписание Я так У меня есть Некоторая такая Классификация Задача Это вот класс Задача Задач на расписание А Это круги эллера Это круги эллера что ли? Ну Как бы это сказать Понятно Понятно Я могу рыбачить по понедельникам и средам А ты по вторникам и четвергам А Я Да Да Света догадалась Это правда Ну figured Ну тут Когда понимаешь Что Когда понимаешь что ничего не выходит Что 12 не представляется в сумме Что-то не так, да Ну хорошо, 7 человек Так, подожди, там сказано про то, что они не пересекаются или нет? Ну они, ну в смысле, да, конечно Ну то есть 7 человек каждый день, а 8 человек через день А 3 человека раз 3 нет Ну правда ли, что вот это все различные люди? Ну конечно, они же То есть в сумме просто 18, хорошо Значит 7 человек, которые каждый день рыбачат, нам нафиг не сдались Да, да, совершенно верно Получается 5, 3, обратительный знак минус 7 Точно, первая идея Хорошо, теперь 8 человек рыбачат каждые 2 дня Ну собственно, да У нас, короче, у нас каждый из этих человек рыбачил ровно в один из этих двух дней Ну что и Да, поэтому вот здесь должно быть как бы в сумме Ну как, короче, каждый из этих людей в один из этих двух дней рыбачил Отлично И при этом мы понимаем, что по сумме больше никто рыбачить не мог Потому что тут как раз 8 Отлично! И каждый рыбачил получается ровно в один день Молодец! Я знаю Вот, значит тут не рыбачил никто из вот этих трех Вот, вот, совершенно верно Вот, значит они все рыбачили тут Совершенно верно А так как вот здесь 5, то тут еще плюс 5 прибавляется Получаем 5 плюс 7 плюс 3 Плюс трое этих 15 Шикарно! Ну, по крайней мере, я принимаю, вроде все верно Очень красиво и быстро Вот это, вот это уже мастер виден, да Ну, как бы, мастер был виден, когда я сказал, что 12 как бы не представляется в сумме Да, 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 вот это да Так, ну и последняя задача, решенная Светой Света решила шестую задачу Ей выдали третий блок со сложнейшими задачами и прозвенел звонок Да Но этого хватило 4 был, внимание, 4 был минимум для поступления Примерно, ну, судя по всему Да На самом деле официальной информации еще нет Но судя по тому, что мы видим вокруг, да, кто поступал, кто сколько решил Мы можем ее вытянуть Из того, что мы знаем Поступала хреново гора народа Просто, не знаю, сотни людей Вот, многие Так, итак, задача 6 Алина загадала пятизначное число Состоящее из цифр 1, 2, 3, 4, 5 Каждая цифра встречается в числе ровно один раз Ровно один раз, как сказал Вадим Юрьевич Категорически вас приветствую Так А Полина пытается угадать это число Отлично, 120 вариантов Да Между девочками состоялся следующий диалог Полина, ты загадала число 12 345? Действительно Алина, нет Но мое число совпадает с этим Доки коровы Ровно в трех разрядах Ну тут только быки Три быка Корова-то у нас и так есть Да Так Полина Может быть ты загадала число 45213? Алина А вот с этим мое число совпадает ровно в двух разрядах Какое число загадала Алина? Так, отлично Давайте заметим, что у нас тут ни одно число не повторяется Значит, те три, короче, здесь были какие-то три быка, тут их нету Ну и наоборот, соответственно, она по одному разу угадала каждую позицию Вот Да Осталось понять, какое Ну, короче, нам нужно выбрать три индекса отсюда и два других отсюда На не пересекающихся позициях Да, ну, собственно, там, не знаю, если Так То есть Если честно, я ее не решал Потому что Света-то решила, и я ее не стал решать Ну, можно, конечно, переборчик делать Полный перебор, да? Ну, хорошо, давай так Допустим, она угадала вот этот Допустим, вот это бык Да Тогда вот это не бык Да Тогда вот это бык Тогда это не бык Ну, а вот это три быка Ой, сразу что я решил, да? Так, хорошо Сразу решил Это, возможно, там несколько вариантов Да, может быть, несколько вариантов Но сейчас, вот это под условия подходит Подходит, очевидно Значит, одно из вариантов Это 4, 2, 3 1, 5 Да, да Хорошо, если это не бык Остался вариант, что это не бык Да Если это бык, то это однозначно все устанавливается Да Такое число Если не бык Если не бык, то бык единица Ну, да, верхний Ага, так 2, 1, 3 Пусть это не бык Тогда это бык Так Тогда тут не бык Значит, здесь бык Вот Ну и теперь, как бы Нам нужно выбрать еще одного быка из этих Ого Да Вот Из этих, да Но если мы выберем кого-то из них То, ну, у нас еще быки, короче, будут Короче, в чем суть? Мы разделяем, по сути, перестановку на циклы Да И нам нужно набрать циклы Ну, если у нас цикл, то Тогда сразу все элементы берутся в быки Вот Поэтому, по сути, нам нужно набрать этими циклами Вот здесь вот это, а вот здесь вот это Причем не пересекающимися Так ведь? Ну, это не вполне понятно, наверное, да? Ну, короче, суть в том, что если мы вот тут что-то возьмем Если это не бык, то бык верхний над ним Да Тогда единица не может быть такого Да, тогда вот это бык Потому что каждая позиция по одному разу была быка Тогда это не бык И мы... Да, это у нас один цикл как раз происходит А потом, если мы берем какого-то, например, вот этого Например, этого, да То мы идем дальше по циклу Смотрим, где вот здесь находится вот эта штука То есть это бык, значит, это не бык Да, но тогда вот это бык И у нас уже 4 быка на самом деле Да, все Вот, ну, там можно продолжить Тогда это, ну, это бык, это не бык Это бык И вот мы снова замкнулись То есть у нас как бы получается, что если мы берем элемент цикла то мы дальше берем весь цикл целиком ну да ну вот а так у нас 22 циклов 2 и 3 то ну понятно какой тут какой тут да да ну в общем да 2 3 5 здесь 5 3 2 и 3 тут нету значит у нас ни одного получается как это должно быть ну просто если мы какой-то тут взяли то мы этот не взяли а парни к нему взяли да и тогда и у нас 4 бака будет вот ответ вот такой нашим ответ да сразу был угаданный потом доказано что других наверное доказательства не требовалось а может и требовалось так ну вот теперь ты выходишь на новый уровень так да знаешь это самое призовая игра я уже поступил ты уже хотя хотя два раз неправильно понял 6 минус 2 это как раз 4 я уже поступил призовая знаешь анекдот неприличный веселый не детский как раз для четвертого класса так дети закрывайте глаза ой как это нет родители закрывайте ушки до автомат ты закрываешь глаза сверст головы тебе что-то падает на 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 голову и ты должен угадать что вот закрывать так а нельзя открывать глаза значит это самое а это пюре нет вторая попытка это пластилин нет последняя попытка это какашка правильно призовая игра итак третий блок третий блок задача 7 задача 7 7 гномов работали на золотом руднике так первый день каждый гном нашел несколько самородков золота в таблице отмечено кто сколько нашел два да во второй день никто из гномов не нашел новые самородки золота поэтому каждый гном решил подарить по одному самородку всем гномам старший него а вот в таблице отмечено сколько самородков оказалось у первых пяти гномов в конце второго дня известно что нет двух гномов родившихся в один день сколько самородков оказалось у шестого и седьмого гномов так но если был только седьмой то я бы решил раз два три 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 это первый первый день 2 дня второй день значит первый день нашли самородки 4 7 8 видимо они так праздновали вечером первого дня что они даже не вышли на охоту как иначе может никто ничего не нашел дальше и соответственно второй день никто ничего не нашел но каждый подарил по самородку всем по одному всем гномам старше него по одному всем это означает что получилось да то есть это как бы должно получиться должно получиться 8 5 2 6 5 x y найти x и y так ну хорошо но вперед я не решал уже ни одной из последующих заметим что у нас как бы значит 1 7 гномов то старше тебя не больше шести точнее значит вот этот гном самый младший и он просто всем все подарил точно ну кроме так хорошо всех нашел один генерал 2 ой один мужик был генерал прохармел на сказка как один мужик не читал но слышал да вот этот вот прокормил всех хорошо значит этот 6 дал дальше что еще можно вычленить ну заметим что самому старшему должны были дать 6 да вообще как бы давайте сделаем так у нас у самого младшего минус 6 в у сам у второго из младшести минус 4 минус 2 0 2 4 6 да 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 и мы ищем по данным разности конечно отлично 0 у нас всем понятно почему да это значит разберитесь если непонятно убедитесь что понятно тут у нас 4 вот этот вот средний по возрасту получил 3 самородки и отдал 3 самородка тут 1 дальше здесь 5 по возрасту здесь 3 а а здесь это 6 получается ты немножко перепутал ну да 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 нет все правильно а ты снизу вверх да их ну как бы первый самый младший очевидно самый младший то есть я сортировал по возрасту и сказал что первый самый младший второй еще какой-то у нас не хватает второго и седьмого да да но замечаем что второй должен отдать типа 4 самородка вот этого только нет да значит это точно седьмой так а это остается второй а так ну хорошо значит и тот кто 7 ему дали 6 значит тут стало 7 да икс равно 7 вот а тот кто второй у него стало минус 4 то есть один да то есть у него остался один новый минимум отлично все верно но вот здесь как бы я не сомневаюсь что такую задачу света бы раздолбала в момент как только у него был бы этот момент но уже прозвенел звонок и она уже не успела это такая как бы задача очень в ее духе типичная задача на смекалку так а вот дальше будет металл 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 две последних кинг-яролаш знаешь такую игру нет кинг там есть без взяток без червей без мальчиков без девочек две последних кинг-яролаш это игра в карты когда наказывается за каждую взятую взятку первый потом за те взятки где есть черви за каждую червь по этому самому ну и потом это рюмочная потом две последних нельзя брать кинг это значит нельзя брать взятку в которой король червей и яролаш это где ничего из предыдущего нельзя и все оцениваются ровно так как предыдущие то есть первые 6 разов по сумме отрицательных баллов равны одному вот этому яролашу а дальше фигачит в плюс по три балла за одну партию в общем это супер интересная и захватывающая игра так вот две последних это очень крутые задачи реально крутые я даже не знаю если честно я не интересно узнать вот надо спросить у Лени Попова сколько вообще поступающих решила восьмую задачу и сколько поступающих решила девятую я бы еще спросил сколько поступающих поняло условия девятых но это мы придем когда будем говорить про девятую это мы посмотрим пойму ли я а восьмое вот вместо букв АВЦДЕФ расставьте числа 1 2 3 4 5 6 так чтобы получилось верное равенство каждое число может использоваться только один раз теперь внимание 1 2 3 4 5 6 да а но это задачки я люблю такие я думаю такого ты еще не видал и я не видал чего так но здесь понятно имеется ввиду двузначное число ну да да все офигеть решай это двузначный то есть ну на самом деле на самом деле вот так и вот так это очень круто да да это офигенно круто но они как бы еще не знают степени поэтому им пришлось вот так записывать так так ну короче АВЦДЕФ степени С да конечно да ЛНОДЕФ степени Е ну и конечно на самом деле мы пишем так всегда да так да ну значит какую значит ну у них должны быть одинаковые эти ну короче простые да какую основную теорему альфметики надо использовать дорогие родители когда ребенка отдаете в класс 444 школы да у них должны быть простые то есть во первых нет это неправда да я хотел сказать что одно должно делиться на другое это неправда потому что может быть одно в кубе а другое в квадрате просто совершенно верно в принципе да ну хорошо но нам радикалы должны быть равны да Миша ввел термин радикал весьма понятный всем кто учится в четвертом классе радикал число n называется произведение простых входящих в каноническое разложение число n по основной теореме арифметики взятых по одному разу так так ну хорошо у нас вообще да я не решал еще давайте так можем конечно вместе уже порешать две последние я вообще не решал давай вместе давай я их даже ну как бы толком не видел но вот это еще видел последнюю я просто когда вчитался я не понял ничего и больше не читал поэтому можно решать вместе итак значит у нас abf в степени c да равно df в степени f значит надо явно исключить случай когда это сочетание цифр будет простым эээ ну да это нет потому что они откуда взяться потому что они не расти уже нет подожди ну там 21 ой 11 а тут и нету 13 и 26 ааа ну да но вряд ли 13 и 4 будет равно 26 и 5 или что-нибудь в этом духе я хочу к степеням привязаться я хочу сказать что степени там например пятеркой не могут быть какой-нибудь а большими да не могут быть ну я не хочу чтобы они были пятеркой например а давай так пятерка на конце быть не может у чисел эээ потому что когда одно будет делить на 5 а трое не будет в другом случае не будет делимости на 5 отлично значит пятерка либо в степени либо в начале да да ну давай скажем что вот я хочу сказать что в степени она не должна быть потому что потому что что давай так у нас есть отдельное число 32 мне кажется вот какое то такое да прям вот вот оно есть блин да есть 16 да поэтому я бы не стал скидывать идею что пятерка не может быть в степени ну собственно собственно так и есть решили да ну это чуйка понятно да ну да но надо же просто найти все решения да доказать да наверное то есть наверное да значит ну понятно два в двадцатый в обоих случаях вот поэтому такие да ну как действительно доказать как это доказать иначе пусть пусть у нас есть простое не в пятой степени короче если у нас простое не два в пятой степени то оно больше чем ну в нем хотя бы 3 знака потому что и ты 5 это 243 о вот эта идея отличная да сейчас идея что ну нет где 3 знак у кого простое в пятой степени кроме двойки ну да where toää то есть если у нас допустим если 5 это степень если 5 это степень то это может быть только двойка и ни на что не домноженное То есть это случай ровно 2 в 5 Ровно вот такой случай Почему не может какое-то двузначное число в 5 И равно еще двузначному Смотри, берем любое простое, которое входит в Берем Сейчас Ну у нас есть Как бы у нас есть Сейчас, что я хочу сказать У нас есть P в катой И оно будет в 5 Если у нас тут в 5 Значит тут у нас будет не в 5 И никакое не кратное ему Значит в другое число оно должно было входить в 5 степени То есть Короче Здесь P в катой в 5 Поэтому вот здесь оно уже само входит в 5 степени И если это не двойка То мы проиграли А если это двойка, то у нас точно 32 есть У нас остаются цифры 1, 6, 5, 4 Нам нужно сфарганить степень двойки Степень двойки можно сфарганить только А, мы можем еще 64 сфарганить Можно вообще пытаться представить себе Может ли здесь быть не степень двойки Как бы Может ли быть в этих двух чисел Какие-нибудь простые действия кроме чисел Сейчас, давай закончим Значит 16 Если лучше 16 То разобрали Есть 64 То 64 Ну тут у нас У нас остается цифра 1 и 1 и 5 Понятно, что мы не сфарганим На самом деле условие говорит Расставьте, чтобы получилось разница То есть они вообще не требуют Несколько решений Но нам надо решать, конечно Ну давай, да Вот, значит Мы только что отсекли все остальные случаи Когда пятерка вот здесь Да И мы отсекли, когда она на конце Значит, можно считать, что А равно 5 Ну да, правильно, да Значит, А равно 5 Хорошо, значит, у нас есть 5B 5B В степени С Равно DE в степени F Ну да, это что-то вообще запредельное, да Кажется, что-то запредельное 5B 5B это что-то хорошее На что может делиться 5B, да 51 на 17 Которого в DE просто не возникнет принципиально, да Ну, 34 А, 34, блин Ну да, ну тогда явно нет, не то Давай дальше пойдем Нет, 51 нечетное, 34 четное Поэтому не будет Я имею в виду Я бы хотел еще со степенями пошуманить А я думал просто перебрать с пятеркой все И каждый раз будет возникать какое-нибудь простое число Которое будет плохо себя вести очень, да Может быть так Ну вот у меня идея, что может быть То есть у меня идея умного перебора Вот если у тебя 5 на чайе, то 5-1 Ну я понял, что ты хочешь Ну да, 17 17, только 34 Дальше Так, хорошо, то есть Ладно Блин, я не хочу перебирать 5 вариантов Ну да, это как-то да Как-то перебирать, да Какие простые могут входить Вот 53 сразу нафиг шлется, да Да, простое, да Его нет в другом 51, 53 разобрали 52, 13 Ну ладно, давай Нет, подожди, 51 Ну 51, но там должно быть 17 Давай так, 51 должно быть 17 17 должно быть здесь 17 нет, 34 68 68 И 85 Это нет, это нет 34 Это сбойка А тут тройка Да Ну чёрная, чёрная Не подходит Значит 51 тоже нет Да 51 нет Да 53 нет Да 52 это делимость на 13 52 на... 52 и 13 можно создать Да, 52 Двумя способами, да 52 это делимость на 13 52 это делимость на 13 52 это делимость на 13 39 не может быть 39, 52, 65, 78, 91 А, 65 не может быть Не может быть 78, 91 Значит, всё, всё, только эти 52 в какой-то степени... 26 Да Ой, всё 2, 2 Да, всё, только так Значит, только так Да, 52 Тут есть 4, тут нету Да, всё А, вообще чётный, несчётный опять Да Так, 52 пошло нафиг 54, 56, да Ну ладно, так можно 54 давай 54... Но оно правда 27 27 это 3 Это 3 Ну, да А тут у нас семёрка ещё есть Но семёрка она тоже Нет, 54 это 3 Это же 6 и 9 То есть это 2х27 Ну да То есть 2 и 3 должно быть делителями числа Которые мы напишем Да, то есть это делится на 6 Это тоже должно делиться на 6 Иначе мы... Давай так Если делится на 3 То сумма цифр Понятно Да, ну да Тут даже на 9 делится 54 делится на 9 Значит, соответственно 63... Значит сумма цифр... Что это еще? Значит второе число тоже должно делиться на 9 Да, то есть это будет... А, нет, оно может делиться на 3 Не, 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 не. Второе число может делиться на 3. А, да, может делиться на 3, блин. Ну, ок. Так, короче, 54. Ну и на 3 у нас делится с шестеркой только 63, 36. Да. С тройкой. С тройкой. С тройкой все. Ничего не делится. И 12, 21. Ну да. Четыре варианта. Что делится на... Нечетное, нечетное. 54 в какой-то равно 12 в какой-то. Там 2, тут 4. А, нет, это нормально. Нет, это нормально, да. Нет, тут вот, да, 54, 12. А какие остаются степени? 64, 12, 6. 64 в кубе равно 12 в шестой. Нет, потому что 54 не является 12 в квадрате. Да, логично. 54, 36, это сложнее. 56, так, 5, 4. 1 и 2. 1 и 2. Ну все. Нет. Да. Хорошо. Осталось только... 54 убрали. Все, только 56. Эй, интересно вам, наверное, смотреть там. Да. Но, смотри, 56 у нас есть, да? Да. 56 в степени C равно D, E в степени F. Ну да. Да, правильно. 56. Так, C не равно единице. Да, потому что 56 не степень. Да. Это вообще 7 на 8. Да, это 7 на 8. Так, есть семерка. D, E есть семерка. Смотри, вот здесь нужно искать семерки. Подожди, у нас какие цифры остались? 1, 2, 3, 4? Да, 1, 2, 3, 4. Нужна семерка. Делимость на семерку нужно создать. Причем... У нас на конце двойка. Почему? Потому что делится на 2 вот эта штука. Да, ну может быть четверка? Ну, в смысле, я имею в виду четное число, короче. Да. Короче, да. У нас вообще она на 4 делится? А, нет, неправда. Да, значит, короче... Ну, на конце 2 или 4, правильно? Да. На конце 2 или 4. Какие числа на 7 могут? Давай так. 12, 32, 42. 4, 14. 14, 24, 34. Все, у нас два варианта. 42 и 14. Ну, первая степень, значит, ничего не выйдет. Первая степень не вышла. Все. А здесь остается 2 и 3. И 2 и 3, нет. Ну, нет. Просто, просто проверяется. Наоборот. 2 в кубе. Ну, все. Ну, тут 2 в кубе, а тут больше, чем 2 в кубе. Все, это единственное решение. Раз 5 октября простых, то у тебя двойка. Это единственное вообще простое число. Да. А тогда мы восстанавливаем этот пример. Жесть! Ну, это... Не, решение мы угадали быстро. Да, решение. То есть, на самом деле, смотрите, тут надо было только угадать. Так что не пугайтесь, ваши дети не должны были это проводить. Я представляю, как смеется Люня. Там наверняка в одно действие что-то есть, какая-то идея, да? Нет, подожди, там же нужно было угадать. Там не нужно было доказывать. Там, да, в принципе, да. А мы угадали почти в одно действие. Угадали почти в одно действие. Мы сказали, что пятерка не на конце, значит, она либо в начале, либо в степени. Ну, да. Проверили степень, как менее перспективную нашли ответ. Так, ну, ребята. И? Задача. Теперь, пожалуйста, значит, надо выпить что-то успокоительное. Сейчас я зачитаю условия девятой задачи. В роще растут деревья четырех видов. Березы, ели, сосны и осины. Всего 100 деревьев, напиши, сумма этих бесов равна 100. Известно, что среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырех видов. Среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырех видов. Любых 85 найдутся деревья всех четырех видов. Но это на самом деле значит, что у нас каждого дерева хотя бы 16. Среди какого-то дерева меньше, чем 16, то противоречие, а если больше, то он, очевидно, найдется. Среди какого-то наименьшего количества любых деревьев в этой рощи обязательно найдутся деревья хотя бы трех минерсов. Среди какого наименьшего? Среди какого наименьшего количества любых деревьев в этой рощи обязательно найдутся деревья хотя бы трех видов? Ну, Капитан Очевидность говорит... Всё! Всё! Это последнее. Подожди-ка. Среди какого? На минимум, задача такая в стиле комбинаторной геометрии Григородского. Кажется, 69. О, ты уже решил, да? То есть ты уже понял и решил. Нет, ну смотри, Капитан Очевидность говорит 69 за сли оценку. Потому что у нас этих всех хотя бы 16. А, по сути, условие только одно, да? Кажется, что да. И надо породить, что при этом... Да, что при этом... То есть так, среди любых... Давай ещё раз проверим. Среди любых 85 все виды. Да, все виды. Это значит, если у нас какого-то хотя бы не больше 15, то мы всех убираем и остается 3. Если всех хотя бы 16, то ну как бы... Взяв 85, ты задеваешь любой из них. Да. Отлично. Значит, у нас есть условие, что каждого меньше. Да, это эквивалентность. Теперь нам нужно, чтобы у нас было среди... Чтобы у нас было 3 вида. Да. Ну, очевидно... Сейчас. Нам нужно такое множество наибольшего размера, что там только 2 вида. Ну да. Ну да. Вот. Ну очевидно, что тогда 2 остальных должны быть минимальные по 16. Да. А здесь остается минус 30. Ну да. 68. Ну да, по 34. Вот, и плюс 1. То есть, если их по 34, 2 и по 16 других, то мы предъявляем 68 таких, что среди них нет, 3 вида. Да. Значит, соответственно, минимальное наименьшее такое количество, видимо, 69, но это надо еще доказать. Или надо доказать, что среди 69 уже встречается. Но, действительно, среди 69 нельзя избежать и, значит, раз по 16 минимум, то оставшиеся 31 не все избегает. Да. Не все 2. Да. Ну вот такая, да. Ну вроде все. Оказалось проще. Ну там нужно понять, что требуется, и она сразу моментально решается. Да, круто. Ну что? А девятая придумает примеры. Ты забугал зрителей. Вот это типичный кликбейтер. Ну что, Миша. Молодец, ты поступил. В пятом классе учиться. Ура! Может пойти, да? За 5 класс. Пойду за всеросами. Удачи. За всероси удачи. Аааа. Где? В Саранске, да? Да. Удачи в Саранске. Маткульт, привет. Субтитры сделал DimaTorzok